Еще раз добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 3 февраля. Другая из Перми, а в панцире КГБ Бессонца и Борисовича. Ну вот, сегодня обсуждают арест сенатора Совета Федерации, уже второго, за организацию убийства. Друзья мои, ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что, поверьте мне, это только верхушка айсберг. То есть, фактически, в 90-е годы пришел процесс, ну, это же называют, великая криминальная революция. Вся приватизация, весь бизнес крупный, который, так сказать, был в стране, он был сильно напрямую связан с организованной преступностью. Я уже рассказывал, что одна из группировок Солнцевская, например, имела бюджет, сравнимый с бюджетом страны в те годы. Он составлял 40 миллиардов, равен был бюджету Нью-Йорка. И я же уверяю, подобные дела есть во всех фракциях. Вы задайте, допустим, фракция КПРФ, там был такой ротан, да и он и сейчас, по-моему, есть во фракции и так далее. Как пишут СМИ, это лидер одной из подольской преступной группировки, одной из самых кровавых на территории бывшего Советского Союза. И я вам хочу сказать, более 90% заказных убийств сейчас еще до сих пор не расследовано до конца. Ну, вся прокатительная система в 90-е годы была разрушена. Ну, и я, вот как простой пример, когда я, ну, я уже устал об этом говорить, заявил, что при помощи бандитов решали хозяйственные вопросы, руководство ФСБ и покушение, ну, в меня стреляли на убийство, и ребенок инвалидом остался. Ну, естественно, что по тем санкциям, за этого смертная карта предусмотрена. Естественно, что руководство ФСБ не хотело, чтобы это все расследовали, и меня в психушку. Ну, и таких судеб десятки и десятки сотрудников, кто действительно пытался всему это положить конец. Ну, тогда не было государства. Еще раз говорю, покойный генеральный прокурор Виттерович Лехин, царство небесное, откуда-то сказал, что в стране Солена Горбачева не действует Уголовный кодекс. Фактически, пришел процесс полной легализации преступности, да, капиталов, которые, вот на те деньги, которые добывались, вот эти мошенничества, разбои, взяток. Потом скупали предприятия, акции после этой приватизации, которую провел Чубайс и так далее. Ну, вот сейчас мы, конечно, будем за это выбираться. И я вас уверяю, что если это будет действительно системная работа, а не просто так, что вот, так сказать, для показухи одного-двух посадили, то половина и Государственной Думы, и Совета Федерации сядут. Ну, они же там покупали места. Ученые степени места, все-то покупалось. Причем, были таксы установлены, причем, были анедотичные случаи. Я знал одного мужика здесь, в Перми, он закончил еле-еле заочный сельхозинститут. Причем, все учились 3-4-5 лет, а он учился 8 лет. И когда он закончил, там, вся деревня его гудела, ну, наконец-то, и так далее. И он, значит, всю жизнь занимался там сельским хозяйством, а когда вся там смута началась, он купил себе ученую степень по философии. Стал за два года профессором, доктором и кандидатом, доктором и профессором по философии. Ну, понимаете, я не понимаю, как они покупают принцип их приобретения. Он что, считает, что философия, доктор философии, это кандидат минимум по трём. По историческим, обязательно, математик обязательно, философия – это самое сложное, что есть в мире. Да, и нормальный философ, ученый с нормальным философским образованием – это гений. Потому что объемы прочитанного, объемы, так сказать, и так далее, в его сознании, они, ну, за грани восприятия находятся. Ну, вот в такой стране мы живем, поэтому, если все будет как положено, расследовано и так далее, то вся вот эта элита 90-х годов, она сядет на сквере подсудимых, тут никаких вариантов нет. Ну, а мы, знаете, как писала Ахматова в «Реквиуме», я, говорит, была со своим народом, где мой народ, к несчастью, был. Ну, ваш покорный слуга, мы, так сказать, карьеры при Ельцине, при Путине не делали, мы выполняли свои обязанности. Что поделать? Ну, вот в такой стране мы жили, поэтому удивляться нечего. Это, знаете, это стиль их управления. Для них, мое оценочное мнение, кого-то убить, завалить, там, сам факт приготовления, уже оконченный состав, понимаете, и так далее. Это в тяжком составу. Это для них как стакан воды выпить. Поэтому, ну, что ж, я думаю, что он будет осужден. Ну, я вас уверяю, это не единственный деятель из той политической элиты времен Ельцина и Путина, который там... Ну, а в первоначале, когда Путин пришел к власти, подбирали элиту как себе. Чем больше компромата, если компромат на него есть какой-то, его назначают. Если нет, не назначают. Поэтому я думаю, что если все будет как положено, то только начало. Вся вот эта элита, она должна сесть и сядет на скроме подсудимых. Причем, видимо, кто-то даже навечно идет на пожизненные сроки. Спасибо. Ваш Бессон Сидорович.